Ляличный сусвет. Экспозиция под таким названием распахнула свои двери для всех желающих в Брестском областном краеведческом музее, переступая порог которого, каждый гость сразу же погружался в мир игрушек. В небольшом зале отдела природы и экологии нашлось место для кукол разных техник разных эпох и разных лет. Работы мастеров-профессионалов стояли на стеллажах вместе с творческими шедеврами любителей малышей, посещающих кружки и занятия по интересам. И взрослые, и дети постарались на славу, чтобы сегодня эти большие и маленькие, грустные, смешные куклы были индивидуальными и рассказывали зрителю свою магическую историю. Очень важно, что на этой выставке как бы объединились два возраста. Возраст именно малышей от 6 лет до 17, подростков и взрослые люди, которые имеют свое уже дизайнерское лицо. По разнообразию и эволюции образов кукол можно легко проследить смену традиций и мировоззрения многих поколений. В разные эпохи они были не только предметами детских игр и забав. Наши предки вкладывали в технологию создания кукол сокровенный смысл, делая их оберегами и талисманами. Их хранили и передавали из поколения в поколение. В их честь проводили обряды и организовывали праздники. С куклой было связано все. Изначально это был как тотем какой-то, оберег, а потом сопровождало всю жизнь человека. От рождения до самой смерти. На каждый случай жизни была определенная куколка. Определенные правила, по которым ее можно было делать, эту куколку. Не просто так, ножницами нельзя было резать, шить ее нельзя, нельзя было лицо рисовать. То есть определенные свои правила. Смастерить свой талисман или украшение интерьера во время работы вернисажа смог любой желающий. В фойе параллельно с работой экспозиции проходили творческие мастер-классы лучших кукольников Бреста, которые демонстрировали, как, используя всего лишь несколько подручных материалов, можно создать настоящий шедевр. Глядя на ловкость рук и ощущая энергию, царившую у каждого из трех столов, можно было представить, какие необычные творческие решения смогли найти даже мастера-новички. Все очень доступно. Интернет, магазины. Ты приходишь в магазин и можешь купить любую готовую игрушку. А здесь прелесть в том, что эта игрушка делается своими руками. Поэтому я считаю, что обязательно надо проводить такие мероприятия. Тем, кто не смог найти время, чтобы побывать на открытии экспозиции «Лялишно-сусвет» в областном краеведческом музее, организаторы советуют не расстраиваться. Творческий вернисаж открыт для всех желающих до 20 декабря.